Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами находимся в уникальном месте, в уникальном даже не только в Москве, но и во всей России. Это продюсерский центр Игоря Сандлера, известного музыканта, продюсера, композитора и исполнителя. Вы увидите сегодня интерьер его центра, и он наверняка поразит вас своим необычным дизайном, красотой и роскошью. Но это не главное. Главное – это то, чем Игорь Сандлер и его продюсерский центр занимаются, но и сама личность этого музыканта, ветерана нашего народного движения, наверняка будет для вас всех интересна. Кроме того, мы сегодня покажем вам некоторые уникальные экспонаты из его знаменитой коллекции музыкальных инструментов. Для этого у нас специально приглашен известный музыкант, и это будет особый сюрприз нашего сегодняшнего репортажа. Еще раз здравствуйте, друзья! Сегодня у нас в гостях уникальный музыкант, который играет на очень редком инструменте. Я практически у нас и не знаю других музыкантов, кто на нем играет, как на главном своем инструменте – это орган Амонта. И у нас в гостях Владимир Нестеренко, лауреат Международных джазовых фестивалей и преподаватель эстрадного факультета Академии имени Гнесиных. Лауреат Международных джазовых фестивалей Лауреат Международных джазовых фестивалей лауреат Международных джазовых фестивалей Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 которые формируют его звук. Здесь ситуация схожа. Только вместо труб, которые формируют звук, существуют так называемые звуковые колеса. Это не что иное, как действительно колеса, которые насажены, металлические колеса с зубчиками, скажем так. Разных количеств этих зубчиков достаточно для того, чтобы колесо, вращаясь в электромагнитном поле, воздействовало на звукосниматель, который, ну так же, как у электро-гитара, так же, как у всех электроинструментов, он, вот эти колебания этого колеса и движения, преобразует в звук определенного тона, определенной высоты. И таких колес очень много, они находятся там внутри, мы их не увидим. Но вот эти рычажки, которые мы видим, они соответствуют тем или иным, грубо говоря, колесам, сигнал с которых идет на звукосниматели и отображается уже на колонку, на кабинет, на усилитель, который стоит у нас вот там. Выглядит как небольшого размера комод. А между тем, это одна из важных составляющих звука Хаммонд-органа, это так называемый кабинет Лесли, который обладает вращающимися динамиками. Вращающиеся два высокочастотных конуса, которые ездят вокруг своей оси, и низкочастотный динамик, который обращен вниз, вокруг которого ездит в свою очередь некая конструкция с проренью. Они вращаются в противофазе и могут вращаться в двух скоростях. Вот сейчас, производя тем самым, да, некий такой пространственный эффект распространения звука и образования многих отражений от того, что находится в комнате, где стоит орган. Вот сейчас, ничто, эти роторы стоят в состоянии покоя. Сейчас они задвигались с медленной скоростью. Такое появилось, какое-то пространственное измерение звука. И, наконец, быстрая скорость. Можно слышать эти вращения. Это уже стало давно неотъемлемой компонентой звука органа Хаммонда, хотя изначально у органов был монофонический кабинет без этих вращающих динамиков. Это множество возникло не сразу, но оно стало уже залитованной классикой. Итак, возвращаясь к ревистам. Мы нажимаем ноту. Все дверки задвинуты. Они относятся к этой клетке. Мы выдвигаем по одному и получаем разные так называемые гармоники, иначе говоря, обертоны, из которых вот это все на одной ноте. Слышите? Из которых формируется звук, который нам необходим. Он может быть таким, он может быть таким, он может быть вообще таким, на одной и той же ноте. Если мы выдвинем все одновременно, мы получим вот такой звук, который нами воспринимается как одна нота, но на самом деле он состоит из девяти нот. Это аккорд. Когда же я играю одноголосно, мы играем по сути аккордами. Если у нас выдвинуто более двух движков. Вот. Почему их тут так много? Вот этих вот наборов. Значит, девять гармоник. Это максимум того, что мы можем набрать на одном мануале. Клавиатур называется мануал. Это количество таких движков связано с присутствием вот этой вот раскрашенной в реверсную цвета клавиатуры. Это не что иное, как так называемые пресеты при установке, которые как бы прошиты внутри органа, но до нее позволяют. Звучать церковными тембрами, имитирующими звуки церковного. И на последние две клавиши можно назначать как раз-таки свои сочетания движков, которые будут соответствовать вот этим клавишам и могут быть востребованы вами в любой момент одним нажатием. Соответственно, к верхней клавиатуре относятся вот первые два набора этих движков, на которых можно выстраивать разные комбинации и моментально между ними переключаться. И они соответствуются на двух клавишах. Такая ситуация, такой же принцип с нижней клавиатурой. Вот и вот. В целом, этого достаточно, чтобы понять, почему их тут так много и почему они такие все разноцветные и в глаза от них разбегаются. Еще два спешка отдельно выведены для того, чтобы обеспечивать звучание педальной клавиатуры, а не строить локтаву. Вот. Теперь справа эти кнопочки посвящены такому, не сразу тоже появившемуся параметру звука хамморгана, как так называемая перкуссия. Это не то, что можно подумать, как бы, оперировать названию. Это не ударный компонент, это так называемая высокочастотная огибающая звука. То есть это дополнительный обертон, который добавляется к звуку и который постепенно сходит на нет. Он добавляет атаки и читаемости к звуку. Сейчас я покажу, как это звучит. И в зависимости от того, какой по счету дается обертон, перкуссия, бывает вторая или третья, по степени громкости ее, относительно основного тона, она может быть мягкая или нормальная, и по степени, по быстроте затухания, она может быть быстрая или медленная. Вот самый простой пример. Вот обычная нота. Сейчас мы добавим к ней перкуссию. Это будет сейчас нормальные громкости, медленное воздухание, третья перкуссия. Бес. С. Не третья, а вторая. Видите, обертон добавился другой. Вот отдельно звучит перкуссия. Вот теперь вместе со звуком. Ну и соответственно она может быть чуть мягче, вот ее сейчас меньше слышно. И может быть она медленно затухающая. А может быть быстро. У меня сейчас слышно разница. Это медленно. А вот быстро. Быстро. Быстро перкуссия очень хорошо сочетается с дакатированной игрой. Добавляет такой резкости и звонкости нашему звуку. Да, еще одно немаловажное отличие от остальных клавишных инструментов происходит в том, что задача органиста, когда он играет в сущности, замыкать электрическую цепь. От того, с какой скоростью вы нажмете, с какой силой вы будете нажимать на клавиши и педали своего органа, громкость вашего звука не изменится, в отличие от фортепиано и прочих синтезаторов, прочих клавишных инструментов. Родоса, улица, это когда нет. Что же делать? Как же быть? Почему все-таки получаются громкие и тихие звуки? Потому что присутствует такой чудесный элемент художественной выразительности, способ художественной выразительности, как педаль громкости, педаль экспрессии. То, что в обиходе знакомо гитаристам, может быть, у другого естественная громкость, отдыхание. Но не так часто встречается у клавишников, не так часто используемые. А между тем, это важнейшее выразительное средство. В сочетании с... В сочетании с... Регулировкой скорости и вот этого дрожания звука и сочетании с... Работой с движками, с тембрами можно достичь очень неплохих, в принципе, результатов художественных. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Даже из одного аккорда можно сделать некую звуковую поэму, музыку. Поэтому, наверное, я на этом пока что свой рассказ закончу. И призываю вас не стесняться и проявлять интерес к этому инструменту, к похожим инструментам. Сейчас очень много приличных эмуляторов Хаммонд-органы, сэмплевные инструменты с очень хорошей математикой, с просчитанным взаимодействием вот этих вот, как они называются, виртуальных колес. Я вас призываю к этому, потому что достать сейчас аналоговый, настоящий инструмент, который Хаммонды не делают с 1975 года, и эксплуатировать его. Это, конечно, мечта прекрасная, но малосуществимая, но современный мускальный рынок предлагает неплохую линейку эмуляторов Хаммонд-органы с очень хорошими техническими характеристиками, и вы можете с большим успехом реализовать свои художественные задачи. Огромное спасибо вам за такую лекцию. Владимир, вы забыли, может быть, упомянуть об очень важном выразительном почему это я забыл? Говорил об этом упомяне, как рассказывал в подвижке. Да, дело в том, что на этом инструменте часто даже в ансамблях обходится без басиста, без контрбасиста, потому что музыкант играет ногами партию баса. Это гораздо сложнее, чем когда на фортепьяно просто человек играет руками. Тут приходится и руками, и ногами играть музыку. Может быть, вы нам просто покажете какой-то пассаж, чтобы люди услышали, как это все звучит. Руки поднять? Руки поднять, да. И сыграть. Вот такой пример. Но давайте будем корректны. Нельзя сказать, что органист играет, по крайней мере, тот, кто играет на Хамонде и играет музыку, которая жанровно связана с джазом, с блюзом, с фантом. В той ситуации, когда нет басистов в ансамбле, это действительно классическое органное трио, призусмотрено гитару, барабаны и орган. Именно из-за того, что постоянно надо работать педалью громкости, создавая какую-то динамическую историю, как динамический рельеф, нельзя сказать, что бас играется наглядно. Потому что одна нога залита, постоянно. Фактически остается одна свободная байга, функция которой действительно частично играть басовую линию. Но во многом это функции решит на левой руке, а на самом деле у органиста. И послушайте разницу, раз уж вы об этом спросили, как звучит басовая линия в джазовой бейсе, если ее играть только рукой, а вот на лицу ее. Что происходит, когда добавляется нога? Добавляется низкочастотный пуш, такой толчок в каждой ноте, который повышает и читаемость этой басовой линии, и драйва дает больше. Баллады, например, я покажу еще этот прием, если речь идет о балладной оппозиции, ее можно сыграть действительно полностью играя бас ногой. Да. Это возможно. Тогда получается трехэтажная фактура. Что же касается пьес с более подвижной басовой игрой, когда она предполагается, то, как правило, все-таки эти обязанности делятся между левой ногой и левой рукой организма. Спасибо. Это очень интересный штрих, важный такой нюанс, о котором многие не знают. да, по большому счету игра басовой линии ногами это миф, хотя есть отдельные представители этой профессии, которые действительно сделали это своей фишкой, скажем так, и очень стеклоточились на том, чтобы это было вот так все время. но в большинстве случаев все-таки это какие-то запредзаученные басовые линии, которые довольно-таки остинатны, без изменений повторяются из квадрата в квадрат. Ну, то есть, такая ситуация неоднозначная, но на самом деле давайте будем считать, вы меня убедили, давайте будем считать, что бас играется и ногами тоже. Я думаю, что нашим зрителям очень понравилось сегодняшнее выступление Владимира, и наверняка посыпутся вопросы, а где можно его увидеть, услышать, много ли он концертирует, я думаю, что на этот вопрос он лучше всего сам ответит. Пожалуйста. Спасибо. Друзья, я буду очень рад, если вам понравится то, что сегодня было предложено вашему вниманию. Ищите просто по фамилии, это достаточно просто. Все, что касается концертов в Москве, как правило, происходит на сцене московских джазовых клубов, таких как Клуб СН, Клуб Агребутного, Клуб Алексея Козлова. Этих точек в Москве не так много, и те, кто слушает эту музыку, те, кто ее увлекается, они их прекрасно знают. Спасибо. Спасибо вам за внимание и за приглашение.